вышли мы за город и смотрите температура резко пошла вниз уже 25 с половиной прыгает туда-сюда было даже 26 час почему так трясет потому что у нас здесь бетонка и здесь как на лошади скачешь услышно отбиваются колеса но это и везде где есть бетонки это уже такая своеобразность такого покрытия бетонного где-то больше трясет где-то меньше но везде практически трясет если сверху на бетон не положит слой асфальта проехали мы ровно час практически доехал я до стоянки мошкова за бортом минус 18 но в топливном баке у нас получается литров 500 даже с хвостиком заехал я сюда для того чтобы посмотреть все-таки колесо и каково же было удивление то что чисто визуально но даже не просела значит все-таки прокол слабый и я боюсь что мы его будем долго искать долго искать раз он слабый значит можем мы на нем далеко-далеко проехать и возможно даже будем уже не сегодня делать а завтра то есть утро утро вечера мудренее она покажет нам как быстро уходит давление на холодным утром померяем здесь вот этой стояночка скажем ей до свидания название такой домашней кухни и решил рад раз уж мы сегодня колесо не будем делать да и мне шиномонтажник также сказал смысл если хорошо если шпион торчит да его видно а если ничего не торчит и чисто водой на таком морозе мы сейчас не проверим сразу замерзает и не покажет пузырьков даже с пенкой я имею ввиду про про прокол который еле-еле спускает поэтому сейчас заправляемся и я вам расскажу историю про мандарину забежали мы домашкова здесь попахивает дымком да это не туман это дым но дым печной то есть пахнет травами и вот здесь как раз у нас сейчас будет заправка газпром нефть который есть в наших списках и чтобы не откладывать теперь уже ничего на потом сейчас заливаем полный бак и чтобы завтра у нас только если что будет шиномонтаж здесь интересно прямо на светофоре получается заезд на заправку чтобы посмотреть почему посмотреть большая ли очередь вот в чем чем беда сейчас мы спросим по рации она закрыта она закрыта вижу я вот стоит одиночка перед одиночкой стоят пирамидки так что смысла здесь стоять нет известно до какого часа мы здесь просто им ну так что что же поделаешь раз в эту полосу стали придется немножко нарушить нарушение правило аккуратно чтобы справа здесь никто не подъехал светофор с равно держит так не посмотрел я сколько стоит топлива сейчас бы нам как раз бы еще в колею войти вместе с ребятами одной скорости чтобы не мешать что мы и сделали заправки у нас еще впереди будут стоять вот так время терять тем более если бы мы были одни а еще перед нами сколько ребят стоит и неизвестно когда ее откроет вот остановился заехал на шиномонтаж до до этого ехал подача топлива не сигналила теперь она меня просто замучила через каждые через каждые пять минуту надеюсь каких пять минут но в минуту по несколько раз но надеюсь сейчас мы наберем обороты и это все исчезнет эта ошибка хотя может и нет проходим мы вороново что-то непонятно здесь стала аварийка прям в полосе и газель ну газель как бы тут не участница стоит синий глазка мигает но скорее всего просто поломка поломка в полосе и сотрудники просто стоят и показывают показывают людям что на полосе препятствия здесь принципе сильно ты не разгонишься здесь ограничение скорость чуть не до 40 километров в час вороново закончилась и хотя здесь у нас была заправка тоже газпром нефт только она была с левой стороны и неудобно сразу налево там поворота нет то надо было заворачивать на светофоре направо здесь на стоянке раскручиваться потом заезжать на заправку и опять куда-то ехать где-то раскручиваться опять искать перекресток этого делать я конечно не стал потому что это лишние потери времени она ни к чему ладно у нас топлива было там как говорится опять на нуле и деваться было некуда сейчас у нас здесь по крайней мере по дороге забрал газпром нефтеских очень много которые находятся у нас в списке то есть есть выбор есть время и главное что есть топлива для движения крайнем случае нам можно на самой дальней заправки в ватчинске заправиться по моему даже в красноярске есть ватчинске почему там она как говорится прямо сразу рядом с трассой а в красноярске там надо еще поискать красиво сделали подсветку на здании кафе прям сразу новогоднее настроение поднимается проходим мы 99 километр трассы новосибирске мир дошли мы до поселка болотное и вот здесь у нас тоже есть газпром нефть по моему нас списках если сейчас будет возможность здесь здесь если будет поворот туда повернуть и посмотреть за многие туда уже заворачивают посмотрите на уголе на заправке коллег заправляется здесь по крайней мере потом выезжать хоть удобно подождем ручку пропустим и зато вот смотрю я здесь у нас слева без завод по моему сливается или не сливается только подъехал нет один то точно сливается один сливается а другой стоит на заправку так если мы сейчас если мы сейчас туда завернем да тут есть есть где встать как раз нас привозже коллега заправляется значит у нас есть списках эти заправки наперять предварительно посмотрел да есть есть тут заправочка как раз нам ехая трогаться потом как здесь давайте вот так встанем и даже немножко назад и сейчас телегу закачу чтобы тот лежачий полицейский через которого мы только что переехали он как бы мне упор встал то есть у меня прицеп будет с него скатываться он будет меня толкать вперед в горку вот такая тут небольшая помощь есть при трогании потому что если просто так тронуться то будет тяжеловато скользко пойду я узнаю вообще сколько здесь стоять идет ли заправка вроде как идет хотя бензовоз через бензовоз тут стоит сливается что освободилась наша колонка теперь еще тронуться ну и как и и предполагал что нас прицеп подтолкнет и мы пойдем ходом зато с зато как и налить с нее тронуться будет потом проблематично ну ничего вроде передо мной да фиг стоял тронулся нормально поехал пойдем узнавать до какой температуры здесь солярка так ну что процесс идет цена на ваших экранах и солярка здесь говорят до минус 38 фильтруемость вообще классно доказал я 300 литров я думаю что может войдет должно войти блин посмотрите как брызгается топливо уж нажимаю еле-еле и воздух выплевывает пришлось машину заглушить иначе из-за того что идет обратка такие брызги вылетают что стоишь весь в каплях солярочной осталось 20 литров буквально даже меньше уже 15 я думаю что я думаю что этого нам хватит как раз будет полный бак даже на заглушенной машине то брызг яй 9 литров может не войдет может и не войдет уже 8 надо покачать ногой бак дать воздуху выйти и тогда залезет все нет не залезет уже полный а мне еще а мне еще 8 литров затолкнуть нет не получится немножко не рассчитал ну все уже больше не лезет каких-то 5 литров не вошло ну что бак теперь под завязочку и запас ход у нас на 2400 километров вот так теперь можно не задумываясь ехать и до Красноярска и обратно потому что до Красноярска нам осталось 650 километров а потом с Красноярска мы пойдем на Кожевниково представляете я еще даже не доехал до Красноярска а мне уже дают дают загрузку я честно говоря даже обалдел ну ладно бы там с небольшим перекурчиком а то 2 числа выгрузка значит в 23 там точнее в 11 часов в Красноярске в 11 часов вечера а уже 3 числа пробежав 700 километров я должен быть в Кожевниково как это вы представляете ну по прибытии то есть как прибудешь ну как прибуду так прибуду я я ловлю на этом слове обычно логистов как приеду вот это уже другой разговор так здесь вот выезд ага здесь есть выезд все мы сейчас здесь по правилам ничего не нарушая повернем налево и пойдем в сторону Кемерово так пропустим потому что идет газель идет одна и зачем перед ней выпрыгивать когда можно спокойненько потом выехать никому не мешает вот так пробуксанешь день-то на льду это не летом как говорится уже знаешь и рассчитываешь что ты нажмешь на тапочку и успеешь проехать а тут может быть проскользнут колеса и все и встал то на середине полосы а он едет и не подозревает так до кемера у нас остается 146 километров и посмотрел я вес посмотрел я вес который у меня по документам вообще числится 16 200 но это вес нет то а если прибавить еще 600 килограмм на балеты то получается 16 800 вот такой тоннаж у меня сегодня по документам то есть не сказать что я иду тяжелый но и легким этот вес не назовешь вот друзья проходим мы еще очередной газпром который есть в наших списках это у нас 149 километр трассы Новосибирск Кемерово но я почему это показываю потому что здесь у нас как раз заканчивается Новосибирская область и начинается Кемеровская и вот здесь как раз недавно построили развязку ну как недавно год назад наверное ну относительно недавно будем считать я уже наверное сколько ну да наверное столько я сюда и не ездил на самом деле хочу вместе с вами посмотреть вот этот новый путепровод построенный через дорогу который получается у нас является пересечением двух дорог на разных уровнях дорога которая вот налево пошла если посмотреть по путепроводу это на Томск на Юргу точнее на Юргу сначала и дальше на Томск и заезд тут кстати сделали заезд кстати сделали я почему смотрел сейчас сюда потому что здесь вот был раньше заезд с левой стороны который мы сейчас проехали и после строительства вот этого нового моста здесь сделали двойную и сплошную и теперь все свободно никому как говорится не мешаешь заезжаешь на виадук и берешь в сторону направление в сторону Томска давненько тоже вот его ждали и дождались и это радует как интересно нам везет опять идет грузовой состав а мы над ним проезжаем через виадук так вот частенько у нас пересекаются пути железной дороги с автомобильной ну естественно на разных уровнях и Субтитры подогнал «Симон» 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 Становится спокойнее